Сотрудники челябинского магазина пожаловались на подростков-ракетиров, которые обнесли их магазин на кругленькую сумму. По словам администратора торговой точки, молодые люди приходят к ним регулярно и каждый раз уносят с собой что-то из еды, не оплатив все подробности в сюжете. Судя по кадрам, на этом парни не останавливаются и за несколько минут вместе с товарищами продолжают тащить еду. А эти кадры были сделаны еще летом. Тогда парень унес из магазина вазу со сладостями. За нее сотрудника магазина пришлось отдать из своего кармана 6 тысяч рублей. Вечером стоят у меня два сотрудника, либо один мальчик. Они же не будут с ними в рукопашной, мы не имеем права, мы на работе находимся. Они этим пользуются. Еще у них, по-моему, компашки есть несовершеннолетние. Именно поэтому так они себя ведут развязанно, что вроде как ничего не будет. Женщина утверждает, что ни частные охранники, ни полиция на вызов приезжать не успевают. К этому времени наглецы уже уходят из магазина. Поэтому работники торговой точки надеются, что запись увидят родители дерзких воришек и проведут с ними воспитательную беседу. Пожаловались на вора и сотрудники магазина на улице Салютны. Пока продавец отвлеклась, посетитель торговой точки перегнулся через витрину и украл у женщины смартфон. Парень сначала стоял у прилавка, продавец была занята, обслуживала клиентку и, когда отвлеклась, лишилась телефона. Полицию хозяйка смартфона уже обратилась. Наглого вора ищут. Не исключено, что он может быть причастен к серии подобных краж. А в Картолинском районе другой воришка решил обогатиться за счет чужого быка. Правда, сам мужчина заявил, что не крал животное, а просто воспользовался ситуацией. Парнокопытный, по словам мужчины, якобы сам забрел в его стадо. И он не придумал ничего лучше, чем продать животное. Кстати, бык оказался не простой, а породистый. Хозяин оценил ущерб 180 тысяч рублей. Теперь же в отношении южноурайцев взбудили уголовное дело по статье «Кража». Неприятная история с животным произошла и в Чебаркуле. Там учительница хотела приобрести щенка. В итоге осталось без денег. Собаку породы бегали женщина собралась купить через интернет. Отправила продавцу почти 10 тысяч рублей. Но этого ему оказалось мало. В общей сложности дама перечислила неизвестному 20 тысяч. Но тот после этого потребовал еще этим перевод. Тогда учительница и поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Теперь мошенника ищут.